Может, нам не стоит идти по дороге? А то вдруг кто-то будет ехать на машине и увидит нас. Поднимут тревогу и подумают, что ты меня похитил. Ты друг, я друг. Да, конечно, мы друзья, но другие люди не знают об этом. Хотя, уже поздно сворачивать. Вон полицейские на дороге стоят. Вот это мы влипли. Стойте, немедленно опустите мальчика на землю, или мы будем стрелять. Не стреляйте, я сам залез к нему на плечо. Они заставили тебя так говорить, но ты не переживай, мы спасем тебя. Сейчас вызовем спецслужбы и армию, они расправятся с этими монстрами. Нет, пожалуйста, не нужно. Я буду плакать, если вы так сделаете. Я люблю этих монстров, они мои друзья. Это как же нужно было запугать ребенка, чтобы он такое говорил. Несчастный малыш. Парень, не волнуйся. Приедут танки и разберутся с этими гигантами. А тебя, наверное, нужно будет спасать с вертолета. Не вмешивайтесь в наши дела. Гигантер, беги. Мальчик, ты делаешь большую ошибку. Они съедят тебя. Вызывай подкрепление. Нужно освободить мальчишку. Может, не нужно, шеф? Вы же знаете этого парня. Он ненормальный. Вечно водится с какими-то ужасными созданиями. Вспомните сами. Говорил, что Слендер его лучший друг. Да. Действительно. Похоже, у него не все дома. Да и зачем нам эти проблемы? Нам бы заработать чуток, а не с чудовищами сражаться. И то верно. Это не входит в обязанности полиции. Нам дорогу патрулировать нужно. Вдруг кто-то в нетрезвом виде за рулем будет ехать. А мы его оштрафуем. Вот и заработаем. Но бабушке его позвонить нужно. Пусть всыплет ему хорошенько по попе. Чтобы не водился с кем попало. Стой, гигантер. Стой. Кажется, оторвались. Давай дальше по лесу пробираться. Чтобы больше не попадаться в неприятности. Вот она. Пещера, в которой вы будете жить. Думаю, она достаточно высока. Чтобы вам там было комфортно. Тут, конечно, нет ничего, кроме камней. Но за временем мы тут все обустроим. Вы, главное, старайтесь не показываться людям на глаза. Чтобы на вас опять не открыли охоту. Я сейчас пойду к бабушке покушаю. А завтра вернусь к вам. Хорошо? Хорошо, друг. Здравствуй, бабуля. Я вернулся. Здравствуй, здравствуй. Заходи. Не стесняйся. Ну и как? Весело провел время. Ну, как тебе сказать. Неплохо. Ага. Ну, тогда теперь пора и за учебу взяться. Без моего разрешения и с дому ни ногой. Понял? Но, бабушка, мне нужно завтра пойти погулять с друзьями. Я сказала, учиться, учиться и еще раз учиться. Не помню, чье это выражение. А друзья подождут. Но, бабуля, ты не понимаешь. Я пообещал, что скоро вернусь. Если ты еще раз мне возразишь, я тебя вообще никогда не выпущу отсюда. Будешь до старости уроки делать. Гигантор теперь подумает, что я его бросил. Бабушка, уже месяц прошел. Можно мне теперь пойти погулять? Нет. Но моему мозгу нужен кислород, чтобы лучше думалось. Ладно. Так и быть. Иди погуляй. Но только недалеко. Сбегаю в пещеру по-быстрому. Она и не заметит. Бедняги. Вы тут так целый месяц просидели, что ли? Друг, я скучать по тебе. Простите. Но мою бабушку что-то нашло. Она не выпускала меня из дома. Холодно тут, однако. Может, зажжем костер? Гигантор, принеси, пожалуйста, дров. А я за спичками схожу. Главное теперь не попасться бабушке на глаза. Ну что? Нагулялся? Теперь садись, сделай уроки. Но, бабушка, я еще не... Опять решил со мной спорить. Сейчас в угол поставлю. Снова я подвел своих друзей. Уже целый месяц прошел, как я и обещал принести спички. Но лучше поздно, чем никогда. Бабушка, можно мне погулять? Да, иди. Вот так, легко. И уже нет никаких ограничений, как раньше. Да, пожалуйста. Гуляй, сколько влезет. Здорово. Хе-хе. Навряд ли его кто-то там ждет теперь. Уже два месяца прошло. Все друзья, небось, разбежались давно. Привет. Как вы тут? Мы скучать без тебя, друг. Простите за опоздание. Меня бабушка опять не выпускала из дому. Уж не знаю, что на нее нашло. Давайте разведем костер. Смотрю, вы уже и дров натаскали. Надо бы еще сюда какую-то мебель принести, чтобы тут было на чем посидеть. Сейчас по-быстрому сбегаю, принесу стул. Побудь с нами еще, друг. Соскучилась по тебе. Да не переживайте. Я скоро вернусь. Сегодня бабушка добрая. Разрешила гулять, сколько влезет. Если ты не прийти, мы умрем от тоски. Я мигом. Одна нога там, другая здесь. Чего так быстро вернулся? Стул хотел взять. С новыми друзьями посидеть. Ты же на камнях сидеть не разрешаешь, бабушка. Что? С друзьями посидеть, говоришь? Так значит, ты за старое взялся. А водишься со всяким сбродом. Я все о тебе знаю. Живо в дом. Теперь ты у меня никогда на улицу не выйдешь. Всю жизнь уроки будешь делать. О, нет. Уже в который раз ты вынуждаешь меня это делать? Это жестоко, бабушка. Ты пойми, Балди, я не злая, нет. Просто это ты, плохой мальчишка. Бабушку не слушаешь. Я не веду себя плохо. Это у тебя неадекватная реакция. Я забочусь о друзьях. И они ждут меня. Ну вот, ты опять говоришь нехорошие слова про бабушку. Плохой мальчик. Немедленно поднимайся к себе в комнату. И приступай к учебе. Твои лучшие друзья книги ждут тебя. Синусы, косинусы, тангенсы, катангенсы. Неужели это все пригодится мне в реальной жизни? Сомневаюсь. Лучше бы учили, как выкручиваться из сложной ситуации. Ладно. Я уже не раз сбегал от нее. Дверь это не преграда. Можно выйти через окно на первом этаже. Проблема только в том, что лестница скрипит. И она услышит, как я спускаюсь по ней. Может съехать по перилам? А что? Хорошая идея. Вот где гений спрятался. Я и без учебников выживать умею. Я что-то не поняла. Чем ты тут занимаешься? Катаюсь. Я сколько раз тебе говорила. На перилах нельзя кататься. Штаны протрешь. Думаешь, я их не протру, сидя за уроками днями напролет? С бабушкой спорить решил, значит. Пора тебя проучить уже, наконец. Я буду жаловаться. Ты не оставляешь мне выбора. Я сделаю из тебя человека. Садись, сидя, лой уроки. Я ее перехитрю. Бабушка, я не могу делать уроки. Я кушать хочу. На голодный желудок не думается. А ты дверь заколотила. Придется открыть и накормить меня. Минуточку. Садись, сделай уроки. А я пойду приготовлю еду. Как там писал поэт? Вскормленный в неволе орел молодой. Жаль только этот орел не умеет летать. Нужно придумать, как спуститься вниз, пока она не вернулась. Я могу помочь тебе спуститься на первый этаж. Ух, напугал. Кто ты такой? Я мультяшный кот. Разве по мне не видно? Возможно. Правда, странно как-то. Я разных монстров видел. Но они все были настоящие, нерисованные. Ну, чего только в этом мире не бывает. Я и сам, конечно, не могу объяснить, каким образом я ожил. Но разве это важно? Я живой. Это самое главное. И тоже вполне настоящий. Вот. Можешь потрогать меня. Я материален, как и ты. Трогай, трогай. Не стесняйся. А ты добрый? Добрее меня не бывает на всем белом свете, мальчик. Разве я только что не предложил тебе помощь? И ты правда можешь спустить меня вниз? Правда, правда. Но с небольшим условием. За все в этом мире нужно платить. Ничего не бывает бесплатно. Чего ты хочешь взамен? Душу. Твою маленькую душу. Чего? Ненормальный. Уходи отсюда. Да ладно. Я же шучу. Я не сказал тебе, что я еще тот шутник. Ну и шуточки у тебя. Так чего ты хочешь на самом деле? Маленький пустячок. Малюсенький-прималюсенький. Чтобы ты исполнила одно мое желание. Потом. В будущем. И что это за желание такое? Я еще сам не придумал. Но скорее всего это будет что-то незначительное. Идея, конечно, заманчивая. Получить сейчас, а платить потом. Но откуда мне знать, что ты не пожелаешь того, чего я не смогу сделать? К примеру, скажешь мне убить кого-то. Или самому убить собстенку. Мальчик, ну у тебя и фантазия разыгралась. Фильмов, наверное, насмотрелся. В любом случае, я не могу пойти на эту сделку. Мне кажется, это слишком рискованно. Ты подумай хорошенько, Балди. Только скажи «да», и я мигом спущу тебя вниз. Целым и невредимым. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я ведь не называл своего имени. Ты следил за мной? Может быть и следил. Но не бойся. В туалете я за тобой не подсматривал. Уходи отсюда. Я не желаю твоей помощи. Ох, как ты ошибаешься, мальчик. Придет время, и ты будешь умолять меня помочь тебе. Запомни мои слова. Никогда. Никогда не говори никогда. Подозрительный этот мультяшный котяра. Эх, жаль тут Слендера нет. Он бы мне помог. Без всяких условий. Просто так. Балди, я приготовила тебе покушать. Вкуснейшую вареную морковь. Пальчики оближешь. Забирай немедленно, а то остынет. Ну где ты там застрял? Я что, зря старалась? Не испытывай мое терпение. Сейчас же ответь мне. Ты решил устроить голодовку в знак протеста? Сейчас ты у меня попляшешь. Уж я выбью всю дури с твоей головы. Негодный мальчишка. Сбежал все-таки к своим новым дружкам. Не ожидал я, что ты окажешься рядом и выручишь меня. Я рад видеть тебя, Слендер. Я тоже рад встрече с тобой, Балди. Давно не виделись. Я ведь не просто сбежал из дома, Слендер. Бабушка узнала, что у меня появились новые друзья. И не выпускала меня из дома. Разве иметь друзей это плохо? Ну, это не совсем обычные друзья. Это существа. Они кажутся опасными, на первый взгляд. Но на самом деле это не так. Вот увидишь. Я познакомлю тебя с ними. Они тебе понравятся. Мне хватает дружбы с тобой, Балди. Но ты ведь не против, если наша компания станет больше. Так будет веселей. Сможешь дружить и с ними тоже. Ты сам говорил, что тебе скучно. Не хватает друзей. Все тебя боятся. Идем. Слышишь? Ты гигантер. Он издает такие же звуки. Не нравится мне это все, Балди. У меня нехорошее предчувствие. Это существо настроено недружелюбно. Брось. Я уверяю тебя. Гигантер очень добрый. Он и муху не обидит. Привет, гигантер. Ну, не злись ты так. Извини, что долго не появлялся. Это все бабушка. Она не выпускала меня. Балди, осторожно. Слэндер, успокойся. Гигант не... Балди. Балди, ты жив? А, что? Кажется, да. Сейчас я твоему приятелю наваляю. Нет, Слэндер, не трогай его. Он хороший. Не бойся. Я аккуратно пощекочу его. Чтобы он понял, что детей бить нельзя. Ну, держись, дрыщ. Не стоило моего друга обижать. Странно. Его ментальная боль непробиваема. Я не могу проникнуть в его голову. Слэндер. О, нет. Гигантер, остановись. Это же я, Балди. Ты что, забыл меня? Пожалуйста, я умоляю тебя. Не трогай моего друга Слэндера. Он не причинит тебе вреда. Смотрю, твоему дружку досталось. И ты тут. Кажется, ему сейчас опять попадет. Этот гигант силен, однако. Чего ты привязался? Ты только попроси. И я остановлю его. Взамен на одно мое желание. Нет, я не пойду на эту сделку. Слэндер сильно, он справится. Ты так думаешь? Посмотри на своего жалкого друга. Неужели у тебя нет ни капли сострадания? Гигант просто убьет его. Зато я мог бы справиться с ним. Мне уже приходилось иметь дело с такими. Бедный, бедный мой друг. Я не могу допустить, чтобы ты погиб. Ладно, кот. Я согласен. Помоги Слэндеру. Останови гиганта. Но так, чтобы ему не было больно. И тогда я выполню одно твое желание. Договор дороже денег по рукам. Ты чего разбушевался, великан? Думаешь, ты тут самый крутой? Ты только посмотри на эти мускулы. Ты еще не знаешь, на что способен мультяшный кот. Тихо, тихо. Не шуми. Сейчас я свяжу тебя, чтобы ты никуда не сбежал. Слендер, Слендер. Ты как себя чувствуешь? Обо мне не беспокойся, друг. Ты сам-то как? Что тут произошло? Я, наверное, отключился на минуту. Видно, не рассчитал его силу. Тут мимо мультяшный кот проходил. Он помог. Какой же ты шумный, дорогуша. Сейчас я тебе кляпт ставлю, раз ты не можешь достойно примириться с поражением. Ну вот. Дело сделано. Как и договаривались. Делай с ним что хочешь, он твой. Спасибо. Спасибо в карман не положишь, стакан не нальешь, и на хлеб не намажешь. Можешь оставить свое спасибо при себе. Я лучше приду за твоим долгом позже. Чао. Что он имел в виду? За каким долгом? Понимаешь ли, Слендер, кот согласился помочь не просто так. Он взял с меня слово, что я выполню одно его желание. Что? Как ты мог на это согласиться? Это же безумие! Но что мне оставалось делать? Гигантер мог убить тебя. Мне пришлось. Балди, меня нельзя убить. Я и так уже мертв. Я просто отключился на минутку. Я бы справился с ним. Не было времени на раздумья. Нужно было что-то делать. Я переживал за тебя. Я ценю это, друг. Но боюсь, что плата за это может оказаться слишком высокой. Этот кот нехороший. Я это чувствую. Ладно. За долгом он придет, возможно, не скоро. Сейчас нужно разобраться с гигантером. Я ума не приложу, почему он так взбесился. Какая муха его укусила. Он ведь был таким дружелюбным. Пока оставим его тут. Идем в пещеру. Нужно проверить, что там. Привет, фонариголовая. У вас тут все в порядке? Ты не знаешь, почему гигантер напал на меня? Ах да. Ты же не можешь говорить. Смотрю, он тут стульев натаскал. И мебели разные. Видно, не хотел, чтобы я уходил еще зачем-то. Я долго отсутствовал. Вот он и рассердился. Балди, берегись. Он освободился. Здравствуй, друг. Ты не ходи брать стул. Я сам приносить стул. Много стул. Очень много. Ты только не уходи. Ладно. Гигантер? Ну как? Мы только что видели тебя в лесу. Ты напал на меня и на Слендера. Друг, что такое говорить? Я никогда не обидеть друга. Я всегда любить друга. Возможно ли такое, что это был не он, а похожее на него существо? Возможно. Я не могу проникнуть в его мысли, но от него идут совсем другие вибрации. Идем в лес. Проверим. Нехороший. Ай-яй-яй. Удивительно. Получается, в природе существуют и другие монстры, похожие на тебя. Я не монстр. Я друг. Если ты был рядом, почему не пришел на помощь, когда твой друг нуждался в ней? Неужели не слышал, как тут гуляет еще один сиреноголовый? Он шумел на весь лес. Я весь день искать стул. Нелегко найти стул, в который никто не сидит. Далеко ходить искать, ничего не слышать. Слендер, не ругай Гигантера. Он тут ни при чем. Вы лучше подружитесь. Из нас выйдет хорошая компания. Никакой компании у нас не будет, Балди. Тебе не стоит водиться с ними. Ходить в лес опасно. Ты забыл, во что ты вляпался, пообещав мультяшному коту желание. Твоя бабушка была права, что не выпускала тебя. Я взял на себя ответственность и помог тебе сбежать из дому. Я должен тебя вернуть обратно. Что ты такое говоришь? Бабушка теперь нескоро выпустит меня на улицу. Друг, не уходи. Я так сильно скучать без тебя. Я найду еще стул. Много стул. Целая гора стул. Ты только не покидай нас. Слендер, пожалуйста. Не нужно быть таким категоричным. Извини, Балди. Но я действую ради твоей безопасности. Я не могу допустить, чтобы ты еще раз пострадал. Дай мне руку. Нет, пожалуйста. Гигантор, я вернусь. Друг, куда же ты? Даже не посидеть со мной на новый стул. Оставайся дома и не ходи в лес. Там твоя безопасность не гарантирована. Не плачь, Балди. Я не могу на это смотреть. Мне больно, что я вынужден так поступить. Поэтому я лучше удалюсь, чтобы ты не стал уговаривать меня освободить тебя обратно. Не вздумай больше убегать из дома. Слушай бабушку. Внучок, ты вернулся? Похоже, что так. Я слышала какой-то шум в лесу. Это твои друзья так кричат? Нет. Ладно. Я сейчас приду. Это бабушка Балди. Он вернулся. Опять встречался с этими монстрами в лесу. Все, как вы и говорили. Очень шумные. И сдают звуки, похожие на сирену. Пообещайте ему, что скоро отпустите его. Чтобы он опять не сбежал. Не стоит лишний раз ему быть сиреноголовым. Он небезопасен. Нам нужно всего пару дней на сборы. Тогда мы сможем приехать и отследить, куда он ходит. После чего мы заберем этих чудовищ. И они больше не будут угрожать здоровью вашего внука. Спасибо за сотрудничество. Подтвердилась информация о местонахождении сиреноголового. Выезжаем. Восстановим этого малыша, которого ты укокошил. Я нечаянно. За нечаянно бьют отчаянно. Ладно, не бойся. Нам повезло, что я гениальный ученый. Нашел средство воскрешения этого мелкого. Даже не знаю, как этого гибрида называть. Сирена фонареголовый. Ты давай копай. Нам нужны его останки. Мы оживим его. Тогда у нас появится отличная приманка. Сиреноголовый сам прибежит к нам в руки. Бабушка, ты сказала, что отпустишь меня гулять после того, как я сделаю все уроки. Я уже сделал. Потерпи немного. Я жду важный звонок. Если тебе скучно, сделай еще математику. Ну, вот и настал великий момент. Мы, творцы, даем жизнь этому жуткому существу, чтобы он воскрес из мертвых и исполнил свое предназначение. И чтобы нам заплатили за эту работу. Да. Ой, хватит мне уже про это напоминать. Заплачу, когда Сиреноголовый окажется в моей власти. Приступайте. Свершилось. Он живой. Он опасен? Нет, сэр директор. Он вполне безобиден. Папа. Я твой новый папочка. Перестаньте. Я тебе не папа. И этот человек в белом халате тоже. Скоро ты увидишь своего папочку. Ты главное не забудь погромче кричать, чтобы он услышал тебя и прибежал за тобой. Выезжаем. Малыш, иди за мной. Ну же, не бойся. Мы отвезем тебя к твоим родителям. Вот и славно. Присаживайся. Я покатаю тебя на этой бибике. Алло. Мы приехали и остановились недалеко от вашего дома. Можете выпускать своего внука. Уверен, он сразу пойдет к своим новым друзьям. Наше авто будет тихо следовать за ним. Когда он приведет нас к ним, мы схватим их и увезем отсюда. И вы навсегда избавитесь от беспокойств. Балдюша, ну что ты сделал математику? Пора тебе прогуляться. Еще нет. Осталось немного. Ну, хватит уже учиться. Для твоего здоровья нужен свежий воздух. Да? А раньше ты об этом не беспокоилась почему-то, когда два месяца не выпускала меня из дома. Хватит со мной спорить. Живо на улицу. А то я сейчас передумаю, и ты не скоро увидишь своих друзей. Значит, ты разрешаешь мне к ним сходить? Ну да, иди к ним. Они соскучились по тебе, давно тебя не было. И вот что, передай от меня гостинцы. Ничего себе. Неожиданно. Ты не такая уж и злая. Я ошибался по поводу тебя, бабуль. Все ради тебя, внучок. Он вышел. Все идет по плану. Едь по-тихому на расстоянии. Фары не включай, чтобы мальчик не заметил нас. Папа? Кто там? Остановись. Он может нас заметить. Нужно было заткнуть чудовище рот, чтобы не шумел, когда не следует. Я пойду за мальчиком пешком. Машина слишком заметная для сляжки. Ах, вот где они прятались. Попались, голубчики. Друг, ты вернулся. Папа, посмотри, какой большой стул я для тебя нашел. Это не стул, а стул. Гигантер, сейчас не до этого. Когда я шел к тебе, сзади меня кто-то крикнул «папа». Я оглянулся, там стояла машина. Я прибавил шагу, чтобы оторваться. Но когда подошел к пещере и заметил, что за мной следил человек. Давай, пригласите его посидеть на стул. Это был ученый, который пытался тебя поймать. Я узнал его по белому халату. Белый человек убивает. Вы теперь не в безопасности. Нужно уходить отсюда поскорее. Он больше не обижает нас, друг. Жди. Куда ты? А-а-а, прочь, чудовище. Я просто мимо проходил. Вот. Просить белый человек не убивать. Вы можете оставить их в покое? Они никому вреда не приносят. Живут в этой пещере. Зачем вы преследуете их? Мы приехали, чтобы забрать Сиреноголового с собой. Он нам нужен. Я не отдам их вам. Не забывайте, что вы сейчас в наших руках. Мы уйдем отсюда, и вы не сможете этому помешать. Никуда вы не уйдете. Это почему же? Потому что папочка очень любит свою деточку. Я не понимаю, о чем вы. Мы оживили их сына, которого когда-то сами уничтожили по случайности. Он сейчас находится у нас. Если они не пойдут с нами, то никогда его больше не увидят. Это невозможно. Вы врете. Я гениальный ученый. Мальчик, мне под силу многое. Вы скорее сумасшедший ученый. Папа. Малыш. Да, папочка. Это твой малыш. Я не врал. Малыш. Папа. Папа. Стоять. Не двигаться. Не так быстро. Еще один шаг. И фургон быстро умчится отсюда с вашим малышом. Догнать не будет никаких шансов. Малыш. Папа. Гигантер. Потерпи. Пусть он скажет, что хотел. Значит так. Мы оживили малыша. Но не для того мы его оживляли, чтобы отдать его вам. Семейство монстров сможет быть вместе только при условии, если Сиреноголовый и Фонареголовый поедут с нами. Нам нужно посовещаться. Ты много на себя берешь, мальчик. Тут и думать нечего. Семья должна воссоединиться. Но только на наших условиях. Гигантер. Давай отойдем. Я кое-что скажу. Это может быть ловушкой. Они хотят заманить вас к себе, пообещав, что вы будете вместе. А когда вы окажетесь у них в руках, они что захотят, то и сделают с вами. Мы можем сделать по-другому. У меня есть план. Мы решили подождать. Не спешите с этим вопросом. Подождем до завтра. И тогда ответим вам. Ну тогда мы уезжаем. Не торчать же нам тут всю ночь. А завтра приедем. Может вы и надумаете чего. Нам бы хотелось все мирно уладить. Без насилия. Папа. Папа. Малыш. Не беспокойся, гигантер. Мы освободим твоего малыша. Незаметно проследуем за ними до их базы. И пока они будут спать, выкрадем его. Только идите тихо. А то вечно вы гремите своими ступнями. За километр слышно. Гигантер, ты сильно шумишь. Ступай на носочках, а не на всю ступню. Видишь, как у фонари головы хорошо получается. Да нет же. Не так. Так нас скоро заметят. Ты всю дорогу шумел, гигантер. Нам повезло, что нас не услышали. Только не вздумай что-то мне говорить. А то нас сразу вычислят. Ты слишком громкий. Они остановились у своей лаборатории. Я так и думал. Значит, тут и останутся. Пойду на разведку. Я. Я. Что? Ты хочешь сказать, что ты пойдешь? Нет. Ты шумный, тебе нельзя. Кажется, фонарь головы ей хочет пойти. В принципе, я не против. У нее силы много, она легко взломает клетку. Только двигайся очень тихо. Никого нет. Можешь идти. Директор вышел. Сейчас он ее заметит. Нет. Смотри. Она притворилась фонарем. Какой чудный вечерок. И никого вокруг. Ни одной живой души. Ладно. Пора идти спать. Вот только поставлю фургон во внутреннем дворе. И сразу спать. Ученые уже легли. Пора им небо. У нее лампочка перегорела. Повезло, что он ее не заметил. Кажется, он переставляет фургон во внутренний двор. Жаль, теперь отсюда ничего не увидим. Надеюсь, фонарь головы справится. Приготовьтесь. Они рядом. Я видел лампоголового. У него перегорела лампочка. Я сделал вид, что не заметил. Сейчас сюда придет, наверное. Как скажете, сэр. Первый есть. Скоро сюда и сиреноколовый заявится. Как только почует неладное. Так что будьте внимательны. Почему ее так долго нет? Я пойду проверю. Нет, друг. Я пойду. Да тихо же ты, тихо. Ладно. Иди, только не шуми. На цыпочках, на цыпочках. Папа. Малыш. Папа. Хорошая идея была стрелять сверху. Мишени как на ладони. Ну вот и все, господа. Дело сделано. Сейчас припрется этот сопляк наверняка. Будет тут нюнь не распускать. Умолять отпустить их. Как бы не так. Что тут происходит? А ты как думаешь? Мы обвели вас вокруг пальца. Или ты думал, что самый умный? Мы специально все подстроили так, чтобы вы за нами пошли. Лампоголовый выдал ваше присутствие, когда у него перегорела лампа. Я переставил фургон, чтобы из кустов, где вы прятались, не было видно, как мои люди на крыше готовы к стрельбе. Ты не беспокойся. Они живы и здоровы. Мы просто их усыпили. Сейчас свяжем, и они будут полностью в моей власти. Пожалуйста, отпустите их. Так, парень, даже не начинай тут причитать. Ты ничего этим не добьешься. Сейчас я отвезу тебя к бабушке, как мы с ней и договаривались. Она с вами в сговоре? Конечно. С самого начала, как ты пришел домой, сбежал с этими чудовищами. Полиция сообщила ей, что видела тебя на дороге с ними. Ну а когда мы ей позвонили, она согласилась с нами сотрудничать. Свяжите их. Утром я приеду на грозовой машине. Будем грузить. Поехали, мальчик. Тут тебе больше нечего делать. Добрый вечер. Мы схватили монстров. Больше вам не о чем переживать. И, пожалуйста, проследите, чтобы ваш внук не сбежал сегодня. А то мало ли чего от него можно ожидать. Вдруг захочет вернуться и освободить их. Оу, я уж об этом позабочусь, как никогда. Он у меня сегодня всю ночь будет уроки делать. Оу, мадам, я вами восхищен. Мне бы такого воспитателя в школу. А то дети нынче совсем расслабились. Ладно, что-то я устал. Поеду немного вздремну. А вы воспитывайте его, воспитывайте. Вот, теперь ты не сбежишь. И дверь я тоже заколочу. Так что не трать время на продумывание своего побега. А учи уроки. Утром приду, проверю. Не могу поверить, что вот так все закончилось. Больше я никогда не увижу своих друзей. И что же будет с ними? Какая злая судьба уготована им? Слендер... Смотрю, твоя бабушка ужесточила режим. Прости меня, я был неправ. Если хочешь, можем вернуться к твоим друзьям. Слендер, ты не представляешь, как все плохо. Мне нужна твоя помощь. Говори, что нужно делать, друг. Ученые, которые связали их, уже легли спать. Сможешь по одному перенести их всех в пещеру? Без проблем. Папа, малыш. Отлично. Теперь вы все на свободе. Семья воссоединилась. Но нужно еще кое-что сделать, чтобы директор отстал от вас надолго. Нужно перенести его в лабораторию. Туда, где лежал сиреноголовый. Директор всегда в первую очередь охотился за сиреноголовым. Остальные ему нужны были ради приманки. Возможно, он поймет, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. И больше не станет искать фонареголовую с малышом. Друзья, я рад, что вы все на свободе, но как мне не тяжело это признавать. Вам тут оставаться больше нельзя. Мы не знаем, будут вас искать или нет, но рисковать больше неправильно. Утром мы отведем вас на новое место. Это далеко отсюда, на другом краю леса. Там есть пещера. Не такая уютная, как эта, но зато не найдут. К сожалению, я не смогу вас там навещать. Если захочешь, я тебя туда телепортирую, друг. Когда попросишь. Я буду этому только рад, Слендер. А сейчас предлагаю немного посидеть тут. Особенно, когда у нас есть гостиница от бабушки. Смотрите, что она передала. Будет чем отметить нашу победу. Я устал. Спать хочется. Засыпай, друг. Доброе утро. Доброе утро. Ну, не знаю, не знаю. Для кого доброе оно, а для кого нет. Кот, ты что тут делаешь? Я пришел за твоим долгом. Так быстро? Я сказал позже. И я сдержал свое обещание. Теперь ты должен сдержать свое. Сейчас ты у меня получишь. Слендер, стой. Был уговор. Ничего не поделаешь. Говори, чего ты хочешь? Смотрю, вы тут хорошо устроились. Я желаю, чтобы ты отдал эту пещеру. Мне. Теперь она моя. Убирайтесь отсюда вон. Вы тут больше не живете. Ха-ха-ха-ха. Ааа, ну что? Как я вас? Ладно. Она твоя. Мы в расчете. И это все? Никакого сожаления? И ты даже не заплачешь. Мы и так собирались отсюда уходить. Что? Как же я так просчитался? Ну, ничего. В следующий раз. Ты так легко не отделаешься. В следующий раз не будет. Идем. Директор. Стойте. Как вам не стыдно? Я собирался отвезти сиреноголового в свою школу. И поселить в лесу. Чтобы ученики не сбегали от уроков. Зная, что в лесу живет чудовище. Я рассчитывал. Что сиреноголовый. В случае чего. Не нанесет детям вреда. А лишь будет отпугивающим фактором. А вы что мне предлагаете? Поселить этого буйного монстра. Которого вы мне подсунули. Чтобы он разнес мне в школу. Чтобы начал есть детей. Так что ли? Мы не знали. Поймите. Для всех лучше будет. Если сиреноголовый. Поселиться в моем лесу. Со своей семьей. Он там будет жить припеваючи. И мои ученики возьмутся за учебу. И все будут живы. И здоровы. Друг. Я не хочу. Чтобы ученик умирать. Я пойти. С ним. В лес. Да. Наверное. Это будет неплохой вариант. И прятаться теперь не придется. Я проверю. Как вы их там устроили. На новом месте. Если вы обманываете. То вам придется иметь дело со мной. Хорошо. Хорошо. Проверяйте. Сколько хотите. Так не хочется сразу тут расставаться. А давайте прогуляемся. К вашему новому дому. Посмотрим где вы будете жить. А Слендер потом вернет меня домой. Ведите нас директор. Мы будем следовать за вами. Ну вот и все друзья. Это конец. А кто смотрел. Тот молодец. Не забудьте поставить лайк. И оставить комментарий. Чтобы ролик набрал много просмотров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok